Вот, значит, по площадям, да? По площадям. Вот возьмем основные фигуры. Фигуры. Треугольник. То есть, я хочу сказать, что есть три типа формул площадей. Три типа. Ну, условно говоря, их может больше, но основных. Значит, вот есть фигура у нас треугольник. Так. Потом у нас есть фигура прямоугольник. Ну, квадрат это ежесним. Вот, допустим, параллелограмм. Ну, и ромб еще возьмем. Ромба. Ромба. Вот так вот. И ромб. Значит, первый тип сейчас я возьму одним цветом. Первый тип, это самый такой классический. Это сторона на высоту, да? Площадь равна сторона на высоту, прилежащую к ней. Вот, например, вот эта у нас сторона, да? А вот высота, прилежащая к ней. Так. Аж а. Здесь, соответственно, тоже. Вот одна сторона, а вторая сторона будет, вот, как бы, высота совпадать со второй стороной. Видишь? Поэтому. Ну, ее можно хоть где хочешь проводить, но она по длине будет совпадать со стороной. Потому что прямоугольник, да? И поэтому здесь а на аж, а по сути, а на б получается, да? А на б, по сути. Здесь тоже вот она, допустим, а. Ну, и вот где-то здесь. Ну, высоту давай я вот здесь. Ее можно провести в продолжении. Вот здесь она пройдет. Вот здесь. Высота не обязательно внутри фигуры располагается. Ее можно вот и внутри нарисовать, и наружи. Тут тоже она. Ну, я понимаю. Она может и здесь. Может здесь пройти. Ну, и какая разница? Да. Можно здесь. Можно здесь ее провести. Это как удобнее тебе. Можно здесь ее провести, на самом деле. Хоть идею проводи. Смысл вот от нижней черты до верхней, до верхней черты, видишь, идет. И здесь тоже, в принципе, ром, только его надо боком смотреть. Допустим, сторона и вот какая-нибудь там, будем считать, высота. Да? Высота. То есть, а на h, а. Ну, тут сторона и высота, да? Это у нас, этот блок называется сторона на высоту, да? Напишу сторона на высоту. Сторона на высоту. Ну, вот так, короче. Сторона на высоту. Это у нас первый. Первый тип. Второй тип. Второй тип возьмем вот так. А, еще, кстати, трапецию сюда можно тоже нарисовать. Трапецию. Сейчас я еще нарисую трапецию. Она, в принципе, тоже сюда прокатывает. Желтенькую возьму. Трапеция у нас еще есть фигура. Раз. Два. Три. Четыре. Трапеция. Тут у нее тоже, как бы, сторона. Ну, только здесь будет, говорится, не сторона, а полусумма вот этих оснований наберется. Нечто среднее. Нечто среднее этих двух оснований. И на высоту тоже. Как бы, нечто среднее между вот этими двумя основаниями на высоту. Сторона на высоту. Так, второй тип формул у нас идет. Это через две соседние стороны. Две соседние стороны. Сейчас я напишу. Это пускай красненький. Две соседние стороны. Где-нибудь вот здесь. Пускай она стоит. Две соседние стороны. Например, у треугольника будет так формула. Сторона на сторону. Да? Вот, допустим, вот. Это на эту, да? И на синус угла между ними. Угол вот этот красненький. Между ними. Именно между ними. Не какой попало, а именно между ними, да? Здесь, в принципе, ну, в случае с прямоугольником разницы не будет, да? Тут как бы сторона на сторону, и синус угла между ними, а синус угла между ними единица. Поэтому, ну, в данном случае это то же самое будет. Тоже АБ, понимаешь? Тут тоже вот сторона на две соседние стороны. У прямоугольника тут разницы особо нет. У, а вот у параллелограмма есть, да, только у треугольника у нас, по-моему, одна вторая, одна вторая. Полусума в произведении, да. А у параллелограмма, соответственно, параллелограмма, соответственно, будет А на Б на синус альфа, да? Между ними. То есть вот она А, вот она сторона Б, да, и синус угла между ними. Здесь то же самое, вот синус вот этого угла, да? Здесь тоже можно взять две соседние стороны. В принципе, это тот же параллелограмм, да? То есть А на Б и на синус угла между ними. Ну, в данном случае у ромба все четыре стороны равны, поэтому будет это А квадрат синус альфа, да? Потому что А и Б одинаковые, так? Так, а у трапеции... А у трапеции... А у трапеции, наверное, фокус такой не получится, что-то я не помню. Поэтому трапецию пропустим. Трапецию пропустим. Так, и третий тип, это через диагонали. Диагонали, давай зелененький возьму. Через диагонали. Так, через диагонали. Где-то формулы будут эти актуальны, а где-то не очень. Так, через диагонали. Получается так. Ну, у диагонали, у треугольника как бы нету, да? То есть ты не можешь провести из одного угла в противоположную. Потому что тут всего три угла. Понимаешь? А вот у этих фигур... Вот у этих фигур... В принципе, диагонали есть. Угол между ними есть. Поэтому будет... Ну, с диагоналями одна, вторая. Тут у него две одинаковые диагонали. Поэтому d квадрат на синус угла между диагональями. Здесь, в принципе... Да, между ними. Ну, между ними всегда один острый, другой тупой. Мы берем острый. Ну, и вот здесь, в принципе, то же самое. Вот если взять одну диагональ, да? Тут как бы вторая диагональ. И тоже угол будет между ними. То есть... Половина... Но только они уже разные. То есть d1, d2 и синус угла между ними. У ромба, как бы, приятная новость, что угол между диагональями-то будет 90 градусов. А синус 90 единица. Единица. Поэтому он превращается в просто. Одна, вторая половина произведения двух диагоналей. Понятно, да? Там он пропадает. Ну, а здесь... Здесь, 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 здесь. Здесь, наверное, тоже не получится. Вот этого друга. Поэтому вот так останется. То есть, у него трапеции не все виды получаются, к сожалению. Только вот так вот. У него... Вот это и не было. У меня не помню такое. Вот. Ну, вот три, как бы, условно, да? Типа. Есть, конечно, еще формулы. И у вас треугольник, он вообще там штук шесть этих формул. Ну, как долго можно и не посчитать их. Ну, вот это основные формулы, которые мы используем. Значит, сторона на высоту, две соседние стороны или через диагонали. Через диагонали. Понятно, да? Тоже такую можете шпаргалочку сделать. Цветную. Тоже можно показать. То есть, специально цветами, чтобы путаницы не было. Вот. Понятно? Продолжение следует...